Здравствуйте, друзья! К сожалению, ковид опять стал злободневной темой, которой довольно сложно оставаться неравнодушным. Но, тем не менее, для того, чтобы находить определенную истину в этом вопросе, нужно бы сохранять определенный нейтралитет. Ориентируясь одинаково и на за аргументы за, и за аргументы против. Мое отношение к этой проблематике состоит в том, что в течение последних почти двух лет мы сталкиваемся с ковидом, и поэтому очень высока вероятность, что большинство из нас за это время уже контактировали с этим вирусом. Исходя из этого, у большинства из нас уже сформировался иммунный ответ иммунной системы. Либо он достаточно интенсивный, чтобы самостоятельно бороться с этой заразой, либо он недостаточно интенсивный, и в случае столкновения с ней, повторного может быть столкновения, наши организмы не будут выдерживать, они будут попадать, условно говоря, в реанимацию, и будут с ними происходить какие-то серьезные осложнения. И в этом отношении прививка является возможностью, а не обязанностью людей. То есть, если у вас высокий иммунитет, то прививка вам ничего не даст. И сделав прививку, вы фактически будете, ну, галочку поставят люди, которые любят за это отчитываться, да, получат какое-то финансирование, и все. Толку от этого не будет. Но толк от прививки будет в том случае, если она будет целенаправленно делаться тем людям, у которых иммунная система слабовата, и не способна надлежащим образом отреагировать на эту угрозу. И таких людей достаточно много. И поэтому, если бы сейчас усилия и врачебного сообщества, и политиков были бы направлены именно на то, чтобы в большей степени выявлять людей со слабым иммунитетом, а об этом президент Путин говорил, давайте вместо массовой вакцинации сначала массовый мониторинг проведем, проведем анализы массовые, относительно того, сколько у людей естественный иммунитет. Мы тогда гораздо более четкое представление будем иметь о том, какая проблематика, насколько она потенциально представляет из себя угрозу. Может быть и нет ее этой угрозы. Может быть и не надо уделять этому столько времени. Поэтому на самом деле, на мой взгляд, стоит в обществе вернуться немножечко к вот этой вот срединной позиции и чуть с большим уважением относиться сторонникам вакцинации к противникам вакцинации и наоборот. И избежать разных мифологических версий. То есть, если коротко подводить итог, то самое главное и рациональное, что мы могли бы сделать, это провести массовый мониторинг состояния антител, вот анализ, количественный анализ, да, на состояние антител. И исходя из этого уже принимать решение. Кому стоит рекомендовать? Обязательно, может быть, настоятельно стоит рекомендовать вакцинацию. А кому этого делать не нужно? Потому что естественный иммунитет всего общества, совокупный наш, его тоже надо ценить. Нельзя превращать все в ту ситуацию, когда люди просто будут сидеть на уколах. И их возможность выжить или не выжить будет зависеть от того, сделали они очередной укол или не сделали. Поэтому, вот, хочу просто призвать к всем, именно к более взаимно уважительному отношению и к более рациональному отношению к этому вопросу. Для меня, для самого алгоритм выглядит следующим образом. Я сдаю анализ, постараюсь это сделать на следующей неделе. Смотрю, если у меня высокий уровень антител, как это было при предыдущем анализе, то никакую вакцину я делать не буду, как бы меня к этому не принуждали. Если же у меня низкий уровень антител, тогда буду задумываться относительно того, как поступать в этой ситуации. И при подобном отношении докторов, я думаю, что людям было бы гораздо легче понимать, что их не принуждают к вакцинации, а им дают возможность провести вакцинацию и воспользоваться этой замечательной возможностью. Всем хорошего дня, удачи, до свидания. Продолжение следует...